Слава нашему Господу за это собрание! Перед молитвой мы прочитаем важные места в Библии. Пророка Агея, вторая глава и шестого стиха. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, Я по тросу небо и землю, море и сушу, и придет желаемый всема народами, и наполнит дом сей слабою, говорит Господь Саваоф. Саваоф, значит, Бог воинств. Слово звучит Я по тросу. Ну, раньше в молодости я думал, ну, то, что люди приобрели, потрясают воздух, атомные взрывы и тому подобного, в воздухе взрывают. Но это не то, это Господь говорит, я по тросу небо и землю, а тогда придет желаемый всему народу. И потому есть верующие всех народу языков и племен, и желают пришествия Господню, особенно в наши дни, в котором братья напоминали. Вот, особенно тяжелое время, как было водяное, как было водилота, всякая плоть извратила путь свой. И вот поэтому Господь, то есть желаемый, всеми придет и заберет церковь свою. Дорогие друзья, Библия, Старый Завет, Новый Завет полон местами, о котором потрясались люди, Бог потрясал от радости, трепетало сердце также, и от страха трепетали. И Бог наделял мужей своих также страхом Божьим и властью, перед которыми боялись люди. Мы читаем, когда Самоил пришел в дом Исея в Ифлием, то старейшины вышли со страхом и трепетом перед ним. Они хорошо знали, что он имеет власть делать то и другое. Мирен ли приход твой? Мирен для жертвоприношения, когда он избирал место Саула Давида. Есть и другие места Писаний. Вот хотя бы, я засчитаю, бытие. Когда Исаак благословлял сыновей своих, он хотел одного благословить. Как скоро, это будет 27 глава и 30 стих. Как скоро совершил Саак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловлей своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы оставила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой Исаак». И встрепетал Исаак, замечайте, весьма великим трепетом. И сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел его от всего? И прежде, нежели ты пришел, я благословил его, и он будет благословен». Начал, сразу даже не понял, что то Иаков пришел. А потом же, вот, заплакал Исаак, разве у тебя одно благословение? И наше плакать, и его благословение так. Но уже не так. Дорогие друзья, и когда мы делаем необдуманный шаг, и что-то мы говорим, может быть, даже благословляем, и вдруг не то, и трепет охватывает нас. Дорогие друзья, когда пришел у Вифлеем в этот муж Божий, великий пророк, избранный Богом, с трепетом вышли старейшины. Дорогие братья, проповедники слова, когда приходим на это место, с трепетом уйдете, или успешно так, дабы слово, которое мы напоминаем, могло подействовать на народ и благословить народ. И мы можем много и многом еще читать мест Писания, где со страхом и трепетом поступали в Божий. И вот я читаю или напоминаю Исаии, пророка, не раз напоминаю это место. Писание 64-2, с первого по третий стих можно читать. «Ой, если бы ты расторг небеса и сошел, от лица твоего содрогнулись бы народы». Там больше сказано, как от кипятящего воду. «Од лица твоего содрогнулись бы народы, если бы ты разорвал небо и сошел». Но он сошел тихо на поля Вифриемские, и могли доступ иметь все до него, бедные, простые, израненные грехом и приходили к нему. «Вот вам знамение или знак, вы найдете в яслях младенца. Царь царей родился в яслях». И мы читаем, какое пение на небесах было, сошел на эту землю. А еще поем «Любовь сошла на крест кровавый». Сошла потом, через 33 года после рождения. Дорогие друзья, и мы другие места читаем. Если мы ответственны за что-то и не получать за дело, или мы опроведчиво поступили, неправильно поступили, мы читаем за первосвященника Илья. Во время его первосвященства беспечные сыновья его были. И мы читаем, когда народ сражался и с филисимлянами, и было поражение, они заключили, пусть Ковчег придет. Бог придет наш на место сия. И земля стинала от криков, потому что Ковчег пришел. И поняли весь земляне, этот страшный Бог пришел сюда. Будем держаться, и мы там считаем. Вестник пришел к Ильи и сказал и гибель народа Божьего, и два сына твоих умерло, он еще выдержал, а когда сказали Ковчег взятый в плен, нажнич упал и сломал хребет и умер. Дорогие друзья, трепещим ли мы, когда нам от Господа даровано служение какое. И не только проповедник, а здесь поющие слова также напоминают. Могут сидеть без страха и петь. Без страха Божия могут участвовать в учебе Господней. Это же великость святыня. И там сказано, кто будет недостойно участвовать, виновен против этой крови Господней. И это делают многие. И Бог смотрит долго, а потом начинает напоминать. Дорогие друзья, мы можем напоминать еще и еще местописание. И вот когда неправильно Давид поступил, когда приказал народ посчитать, то есть не просто народ, а военных людей того словно, и когда после девяти месяцев Илау и его помощники пришли, нанесли, сколько есть воинов у него, и мы читаем, и вздрогнуло сердце Давида после того, как он считал народ. Сразу он понял, виновен я, виновен я. Мы будем еще напоминать и напоминать, дорогие друзья, из Слова Господнего, когда и от радости трепешутся. Вот хотя бы возьмем пророк Исаии 60-го глава, можно с 1 по 6-й стих читать. Восстань, восстань, святись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и она покрывает уже, и мрак народы, а на тобою высияет Господь, и слава явится на тобою. Тогда, когда увидишь, тогда увидишь и возрадуешься, и затрепешет, и расширится сердце твое. Я видел, как плакали от радости, когда брат мой возвращался, он с голоду умерал в Красноярском крае. Мать плакала, и мы трепетали. Живой пришел, хотя больной, но живой. Дорогие друзья, проверим пути свои, как мы пред Господом молимся, без страха, может быть, только слова напоминаем. Когда мы что-то другое делаем, и без страха, Господь, судья наш, будет, он долго и долго смотрит на этого. А вот хотя бы прочитаем местописание Исаии, пророка, 8 глава, 9, 13 стих. Враждуйте народы, и они враждуют, но трепещите. Внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь и трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Господь Саваоф, Его чтите свято, и Он страх ваш и трепет ваш. А сегодня не так ли? Враждуют, но трепещут. Когда изобрели первое оружие, которое поражает землю страшно, все друзья там сказали, сэр, падут перед нами другие враждующие знамя народа. А он пошатал головой и сказал, а если можно пойдет на эти зонтики и в других народов. И они пришли. Пошли и имеют же другие народы. Дорогие друзья, трепещите. И вот они думают укрыться на дне моря. В подмотных лодках туда опуститься, переждать атомный удар. И иные иные вокруг планеты наши летают. Сперва животные, а потом люди, а потом женщина, мужчина, а потом они женились, значит, туда думают. Если бы ты как рот звел гнездо свое, и там я достану. в силе Бог наш, Господь Саваов, трепещут народы. И здесь трепещут, здесь также трепещут. И все боятся. Там пассажирский самолет были, там другое сделали. Явное преступление пред нациями. Каждый боится начинать эту беду. Они знают, что и здесь беда будет. Дорогие друзья, мы можем напоминать и напоминать из Нового Завета вот хотя бы проповедь апостола Павла из Сины. Там в Европе уже зашли, проповедовали, еще в Малагазе, правда. И мы читаем заключение его и брата его Савла били палками, а потом сказали начальнику тюрьмы стереги их. Он в колодину забил и в полночь окровавлены и ранены и начали шо делать? Воспевать господа. И мы читаем после подрослась великой землетрясения, так что основание темницы поколевалось. Двери отворились, замки пали, узы, начальник тюрьмы, закон римлян неумолимый, там отсюда не смотрят. И хотел пасть на меч свой, покончить собою. Павел закричал, не делай сего, мы все здесь. Он в трепете припал к Павлу из Сирии и сказал, «Гусудары мои, выразымайся гусударами, что мне делать, чтобы спастись?» И Павел сказал, «Веруй в Господа Иисус Христа, спасешься ты весь дом, до утра умил раны, крестился весь домом своим, и наутро мы летаем, там прославили уже, освободи их». Вот. Дорогие друзья, мы можем напоминать и напоминать о смерти Иисуса Христа чем сопровождалась? Землетрясение, страх большой, люди били себя в грудь, возвращались из Голгофы, те, которые насмехались над ним, а сотник сказал, «Во истину это был праведник». Завеса разорвалась, там стало открыто святой святых, умирал Сын Божий. Когда воскресал, мы читали, великое зимно растение стало. Один только аргел сошел, отвалил плиту, сел на нее, а стража как мертвая пала. И мы читаем, перед тем и после этого. А вот, дорогие друзья, читаем за проповедников. Мы напоминали, что мы из страха можем выходить без трепета. А апостол Павел писал вторая глава и третий стих. «Когда первый раз я вас проповедовал, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. Слышите? Великий апостол язычников трепетал, чтобы слово ее досталось до слушателей. Дорогие друзья, и я вместе с вами я тоже испытывал, когда без трепета приходило на это место. И потом размышлял, где я виновен пред Господом. И поэтому и мы все вместе будем искать себя. Чудное слово для нас великое Единописаро мы проявили царство непоколюбимое, непохитное царство даровано нам. Уже не будут потрясать другие народы. И другие царства не завладеют им. Дорогие друзья, и поэтому и мы добываем трепет и в страхе. Поэтому будем послушаны нашему Господу, верны Ему. Еще, еще места есть Писания, где сказано о трепете и о страхе Божьем. Да поможет Господь мне, всем проповедникам слово поющим и также главе семей в страхе завышайте свое спасение, как нависерок. Будем завышать в страхе и в трепете, зная, что близок Господа день Его и не замедлят ни Его. Поэтому, дорогие друзья, прославив Господа за милость и его даяние благие, склоним колено и будем молиться пред Ем. Аминь.